В начале 19 века датский физик Эрстетт обнаружил связь между электричеством и магнетизмом. Было замечено, что электрический ток отклоняет магнитную стрелку вблизи проводника, и она устанавливается перпендикулярно к проводнику с током. На большем расстоянии действие тока на магнитную стрелку значительно слабее. Если проводнику придать форму винтовой линии соленоида, то магнитное действие тока усилится. Такая катушка с током способна притягивать небольшие стальные предметы. Катушка с железным сердечником — это уже электромагнит. Он отличается тем, что способен притягивать тяжелые стальные предметы. Электромагнит станет еще более сильным, если линии магнитного поля будут замыкаться кратчайшим путем. Для этого электромагниту придают форму подковы. Если в магнитное поле поместить стальной предмет — якорь, то линии магнитного поля замкнутся через него. В этом случае сила притяжения становится наибольшей. Электромагниты широко используются в технике. Вы видите работу электромагнитного крана. Ток включен. Электромагнит притягивает эти тяжелые стальные отливки. Ток выключен. Кран отпускает груз. С помощью электромагнита закрепляется деталь при обработке ее на шлифовальном станке. Электромагнит используется также для экстренного торможения трамвая. Водитель нажимает на педаль, и электромагнит вместе с тормозной колодкой притягивается к рельсу. Электромагнит является главной частью электромагнитного реле — важнейшего элемента автоматических устройств. Здесь вместе с электромагнитом работают якорь, пружина, контакты. Когда по катушкам электромагнита течет ток, якорь притягивается, и одновременно замыкаются контакты в цепи электродвигателя. На автоматической телефонной станции работают тысячи различных реле. Электромагнитное реле используется в станках с программным управлением и в других современных автоматических устройствах. Продолжение следует...